Сегодня в ходе пленарного заседания 9-го Восточного экономического форума президент Владимир Путин подчеркнул, что для повышения объема производства необходимо вводить современные методы и роботизировать процесс. Надо готовить кадры – это важнейшая задача государства. Именно для этого появился новый нацпроект, который так и называется – «Кадры», отметил Владимир Владимирович. Достижению озвученной задачи будет способствовать и реализуемой российским производителем образовательной робототехники «Робо» – пилотный проект, который запущен сегодня в школах всех регионов округа по инициативе и за счет личных средств полпреда президента ВСКФО Юрия Чайки, отметил глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов. Учебные заведения на Северном Кавказе, в том числе и в гимназии номер 5 города Черкеска, получили оборудование для инженерных робо-классов, и все это в рамках поручения национального лидера России по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени». На базе первого в республике инженерного класса робо можно проводить профессиональные пробы в области программирования, робототехники, схемотехники и 3D-печати для социальной адаптации школьников в условиях обновляющегося рынка труда. Для многих учеников неотъемлемой и увлекательной частью образования давно и прочно стала робототехникой, а занятие, которое развивает мышление, логику и погружает в непростой мир IT с раннего возраста. Кроме того, робо-класс позволит педагогам пройти обновленные программы уроков технологии, информатики, физики, а также дополнительные общеразвивающие программы по алгоритмике и креативному программированию – мобильные робототехники. Рашид Семрезов поздравил юных инженеров с этим событием.